на портал x get поступает вопрос на который мы пытаемся дать ответ за что господь посылает болезнь вопрос очень актуальный очень важный и хотя бы раз в жизни каждый человек столкнется именно с этим вопросом когда он поставит пред господом естественно это будет не во время насморка естественно это будет во время каких-то тяжелых болезней когда господь как говорит народная мудрость коснется каждого человека священном писании есть очень много цитат которые наверное в полной мере раскрывают нам с вами почему господь посылает эти болезни мы естественно сразу должны с вами оговориться и понимать о том что болезни не посылаются за что-то болезни могут быть следствием чего-то или действием божьим в жизни человека на когда господь от человека что-либо хочет что-либо на что-либо его сподвигает но сейчас мы с вами прочитаем несколько цитат мне из священного писания и я надеюсь что и и святых отцов я надеюсь что мы с вами в этом вопросе немножечко больше будем иметь понимание так как действительно для нас это очень важно что вопиешь ты о ранах твоих а жестокости болезни твоей по множеству беззаконий твоих я сделал не тебе это потому что грехи твои умножились говорит пророк и риме или через пророка и риме говорит сам господь и так как христос пострадал за нас плоти то и вы вооружитесь той же мыслью ибо страдающий плотью перестает грешить чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям но по воле божией первое послание апостола петра не указывает чтобы мы смирялись с теми болезнями которые господь нам посылает если в первой не цитате мы с вами видим что наши с вами претензии к богу не пророк божий и риме разбивает о том что ты в первую очередь должен смириться перед болезнью ибо не все возможно рукам врачей вылечить мы человека то не во второй цитате именно это смирение которое должно прийти в твою душу в твое сердце ты должен принять как бы не образ страдания христа возложить на себя не и как только ты поймешь что действительно ты страдаешь действительно нет и страж дишь не то можешь сравнить эти страдания то есть с теми же страданий которые испытывал христос за нас и христос был безгрешен и страдающий тоже перестают грешить не как говорит апостол павел но не все болезни посылаются нам за наши грехи для того чтобы немножко понять за какие грехи посылает нам господь страдания я хотел бы не процитировать при мудрости сирахова ибо от многоедения бывает болезнь и от пресыщения многие умерли а воздержанный прибавит себе жизни не здесь мы видим что господь через не своих пророков не он предупреждает человека о назовем так здоровом образе жизни не человеку дано здоровье и у кого-то она крепкая у кого-то более слабое здоровье но у каждого человека есть жизненные силы для того чтобы осуществлять не этот жизненный путь не и об этом здоровье мы с вами должны дорогие мои заботиться заботиться и его всячески хранить но идем дальше по священному писанию с тема сам посмотрим что же говорят нам люди стяжавшие благодатью бога воздержание от страстей лучше всех медикаментов и она дает долгоденствие говорит святитель феофан затворник немалая опасность впасть умом в ложную мысль будто бы всякая болезнь требует врачебных пособий потому что мне не все недуги происходит естественно и случается с нами не или не от неправильного образа жизни или о других каких-либо вещественных начал в каких случаях как видим иногда бывает полезно врачебное искусство но часто болезни являются наказанием за грехи налагаемым на нас чтобы побудить к обращению это цитаты из святителя василия великого меня человека первого в истории человечества устроившего больницы прям может так свои больничные комплексы и меня василий великий нам говорит что не каждая болезнь она происходит от скажем так нашей плоти от каких-либо других заболеваний чаще всего все-таки это душевный недуг и мы действительно с вами можем свидетельствовать об этом что если мы дадим себе слабинку в грехах если мы не будем внимательны к своей духовной жизни то не действительно часто я кстати очень очень люблю оценочные категории но здесь я хочу их применить часто мы с вами заболеваем чтобы не впасть окончательно в тот или иной грех болезнь является как бы сдерживающим фактором от бога не для совершения нами грехов не именно персональные грехи не болеющих людей являются чаще всего причиной этой болезни уже об этом с вами сказали и вот эта истина очень интересно раскрывается в книге и в беседе апостол с господом о слепорожденным то есть истина о том что не каждая болезнь она в общем-то посылается за наши какие-то согрешения праведный и уф не не был грешным человеком он был абсолютно праведным человеком всей этой земли но мы видим что заболел одной из самых страшных болезней всего человечества проказы он сидел на гноище скреб себя осколком горшка горшка глиняным и в общем-то страшно страдал к нему приходили его друзья его пытались утешить наставить найти причину но причину он не мог найти он хотел беседовать самим богом и только после беседы с богом он вдруг прозревает суть своих страданий после обращения ко господу прозревает суть своих страданий и получает исцеление и в общем-то все и вся его жизнь восстанавливается то же самое мы можем говорить о слепорожденным о котором мы читаем священном писании когда апостолы подошли к спасители спросили кто согрешил а ветхом завете это была четкая последовательность грех болезнь кто согрешил он или его родители то господь говорит что никто не согрешил не он его родители но на его болезнь многолетняя болезнь к славе божией то есть оказывается человек не отдельное какое-то существо он еще встроен в план домостроительства славы господней не и бывает так что болезнь действительно является для славы божией это мы можем видеть наверное на тех людях которые страдают от рождения каким-либо заболеванием это может быть или врачебная ошибка это может быть или генетические какие-то сбои но эти люди которые может быть сами себя не могут обслуживать или как кажется нет каким-либо фашист вующим обществом что является помехой для этих обществ они на самом деле выполняют очень важную функцию они являются прямыми слугами господними они являются апостолами божьими так как ухаживая за ними помогая им преодолевать эти жизненные препятствия человек сподобляется царствие божие человек сподобляется богообщение и вот это богообщение она в современном обществе все больше и больше выходит на первый план я имею богообщение через помощи ближним чем в общем-то богообщение духовные мы все менее и менее становимся людьми духовными и все более и более становимся людьми плотяными но господь не хочет смерти грешников и посылает нам с вами возможность проявить свою любовь к нему через тех людей которые нуждаются в этой любви в прямом смысле этого слова не просто кому-то стало плохо и таким надо помогать но если ты видишь нуждающегося человека меня физически нуждающий человека не пройди мимо знай что это перед тобою находится сам господь помоги ему внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео